приветствую друзья с вами ленкин добро пожаловать в лучшую стратегию 21 века supreme commander forged alliance и карта у нас сегодня чё за карта вообще как там ситон да ребят самый скучный ха ладно ладно спасибо юрий спасибо хорош все короче это у нас самый скучный реплей по ситону а будет у нас с такой релакс музыкой но в кавычках скучный потому что интересные моменты здесь будет а по факту можно смотреть его на плюс 10 ведь играют нас нижней левой команды июди за кибра на позиции скала на центральный краша 1 2 3 2 1 класс самый классный никнейм за он на позиции пляж играет great к курутку рултай за офис и гием за он на воздушные позиции поверьте на центре ничего интересного не будет просто сборе клейма джей тиза и он тоже кстати 1200 самый слабый здесь странно кстати вообще да что как бы самый сильный игрок июди 1900 не оказался в команде самым слабым игроком 1200 жить и еще на ир его поставили поэтому и лобби явно за стаканом короче вот он играет самый слабый за за и он против вообще тысяча четырехсотника как бы то есть разрыв по воздуху жесткий вообще вот на центральной позиции у нас от своих зак можно тоже кстати попадался в кассе нам на центральной позиции на позиции скала протект самый мощный нет не самый мощный игрок правой команды значит за и он и соответственно трамдон трамдон дон дон трамдон за кибран играют по позиции пляж запомните расстановление генераторов это очень сильно вам поможет пытался он помешать люди высадится на остров но и так и не получилось этого сделать ну и собственно смотрим реплей очень интересный крашер потерялся больше кп чем твардер и принципе мы вообще на эту давайте он продолжает дальше рекламе не несмотря на то что не прям в лицо будет выстрел и вот закона ну и твердок тоже твердок тоже получил урона уходит под воду будет видимо там чем тяпать себе под водой как видите просто невероятный экшен у нас в левом и в правом море ну в принципе седьмая минута но стоит отметить что никто не воспользуется возможностью быстро и быстрой постановки факторки и раша фрегата на чужую половину то есть у меня такое было недавно на стриме что я играл против более слабого оппонента на позиции скала то есть у меня было больше миксов я прекрасно все быстренько дропнул там ну чуть-чуть налажал с лесом но в целом все у меня было хорошо но самое неприятное было что мой оппонент он как бы сделал раш фрегата то есть очень ральная постановка здесь факторка встала где-то на там ну на седьмой минуте да у него где-то там на третьей минуте встала ими ко мне быстро очень фрегат приплыл и не дал мне построить свои фабрики быстро поэтому у меня бил сбился вот из-за того что я там еще пару раз ошибся в итоге там вообще мы проиграли ну вообще там игра конечно было просто топчик кстати у нас не прописалась команда до 3d windows курсор да поэтому были микрофризики хорошо что вовремя заметил кстати здесь у нас пошел первый чиз как бы девять минут уже от фиплых прошло но как видите да здесь никакого абсолютной action реплей самый скучный в кавычках ну вообще напишите в комментариях вот после того как посмотрите вообще да да скучно и нет серый беспалево кстати здесь плодить своих корсаров уже три штучки наплодил видимо у него цель цель у него все-таки помешать аир щеку видимо да да прям в аир щек летит кстати летит вслепую смотрите у нее приказ ground fire а то есть он абсолютно не знает где там стоят генераторы какой там уровень факторки потому что он до сих пор видел то что там было ты один ну и она как бы умерла то есть тайма иконка серая такая потемневшая точно знает что там либо т2 либо уже т3 там уже почти т3 вот кстати странный билл через три т2 генератора да вообще у геома ну тысяч четырехсотники их пути неисповедимы так сказать свои прилетают корсара вот они вслепую атакуют и попадают как раз таки ровно в то место где стоит адваген удача до мобхак не знаю но вряд ли мобхак как бы и вот получается запасной т3 т2 агент сломали ну типа есть же еще два ну два видимо эти тоже не выживут вообще как-то плевать он даже зенитки не ставят нет вроде как пытается поставить люди отважно пытаются спасать его своими истребителями но у серого здесь тоже есть много своих т1 истребителей и в итоге как получается спасти ситуацию для верхней команды ведь у них 1200 ник на его вот а здесь у 1400 никой белки ножка полома то время как здесь уже этот реген стоит то есть 1200 никто в принципе с хорошими знаниями билдов уже делает свои истребители хотя мог бы уже наверно в бомбер выйти потому что тут дата тригена еще когда до китая так что можно было бы и бобра сделать и через райт-клик его послать он бы там все наверное по убивал вот уже карта уже за микс здесь принялся собственно серенький игрок снайпе т2 микс противником а люди все хорошо люди понял что его оппонент в принципе занимается какой-то ерундой пытается выиграть не своего оппонента выиграть не люди да и люди такой ну все сейчас ты получишь имбовые кибранские фрегатики бросились вперед на вражеские имбовые фрегации фрегатики вот здесь что у нас 7 фактор окно молодец получается серый фактор ок 7 фрегатиков 3 получается да как-то не очень хорошее соотношение и уюди внезапно оказывается что здесь всего больше вот и люди вроде как здесь выигрывает но здесь летают торпедники до торпедники кстати потихонечку кончаются да у них у фрегатиков есть небольшой дпс по воздуху not уже там 34 торпедника люди уже здесь не состояние будет осилить поэтому я думаю что он сейчас ему наверно придется отступать попытается он здесь хоть сколько-то фрегатов забрать и он даже пытается по одному фрегата мимикрит там пытался от вести слабого дохлого но нет все уже без воздуха без крейсеров сложно поэтому люди наверно нужно выходить в т2 кстати видите что делает люди он делает прекрасную вещь он спамит только т1 потому что зачем спамить т2 когда ты один кораблики сильнее да вот но это в принципе как бы правильно то есть учат и один фрегатов много сильнее чем единственный т2 destroyer вам придется вложиться сколько там т2 факторка стоит два факторка стоит 1700 еще потом destroyer будет вам стоить еще там 2000 материи так что 4000 материи вы потратите только на то чтобы собственно получить единственного destroyer вместо этого вы можете получить себе там сразу же дофига фрегатов которые убьют этого destroyer так что еще и время и build power нужно по на это чтобы был хороший дроп здесь от сверзака сверзака но танчики просто уничтожают эту гору люди кстати вообще наград никак не реагирует они отреагируют не 2 турели здесь есть которые здесь скорее всего тоже этих танков не смогут убить потому что танки же не могут убить микс за горочкой стоят да да стоят они за горочкой не смогут здесь турели их убить и протек чем-то довольно явно серый его кстати тоже а серый на оба фронта здесь своими торпедниками помогают но все-таки это самый сильный игрок левой команды стоит на самой слабой позиции поэтому вообще чиловая катка для люди получается или как-то разберется с этим все добром на юри видимо особо и здесь не париться вообще инженера вклипает как бы может арту да может арту получит от риме цапает ему нормально люди нормально кстати по экономике что у него вообще 80 тысяч против 68 тысяч протекта который стоит тоже на скале вот здесь вообще по моему 0 столкновений люди опять пытается наломиться нету слишком уже много торпедников нужен выигранный воздух от союзника союзник кстати что-то триген сделал уже целых два сета два гены восстановил да и ну и все получается красный кстати все-таки осмелился сделать бомбера вот уже 11 килов у него есть полетел будет ли второй залп интересно будет трое зал будет но третьего похоже не будет потому что единственный истребитель зеленого просто отважно выполнил свой долг уничтожил этого бобра бездарно ну как бездарно зато расик кстати от ну еще я расика ну ну как бы с одной стороны бомберов срал да с другой стороны расика опять напишите кем сюда бомба прилетела это просто контрол кашнула в общем напишите в комментариях что лучше хорошо микрить бобра или вовремя под трассик вот в то время допустим как вот здесь аирщик что не апнул расик да хотя рейтинга больше то есть я думаю что красный все-таки я ставлю на то что рейтинга у него поднимется в будущем достаточно быстро быстрее будет подниматься кстати дропчик на юге учета один танчиков уже очень битый т2 транспортник но спалили спали у вас просто с потрохами уча истребители зеленого фиолетово налетают и никто не выжил при падении с высоты двух километров еще три транспортника а вот серого серый максимально пытается чистить в этой игре максимально пытается сломать свою экономику ради того чтобы попытаться выиграть игру чизами но я думаю что на такой стадии уже особо не зачислишь разве что телепортироваться можно будет к противнику делается 3 трендам у вайту и луз ну как бы молодец конечно мог попробовать вообще-то 3 мекции там покачать или еще что-то сделать такое но как-то особо не это самое он такой ну люди против меня на позиции рог через могу сделать только чизить это в принципе правильно это правильный подход у тебя меньше рейтинга на то есть люди тут еще 1900 по факту у него там сетонского рейтинга наверно 2200 вообще вот то есть это реплей вообще там сколько ему ну месяца два этому реплея наверно нас нашел кстати этот реплеи такая история я искал себе реплей на касс самостоятельно пытался и думаю ну надо сетон сетон же это типа имба сетон нужно касте да вот и думаю на сетон найти и там есть такая функция в поисковичке этот по рейтингу искать то есть можно ставить оценки реплеем вот и собственно смотрю у этого реплеи хорошие оценки дыма надо посмотреть в принципе есть оценки значит кто-то его там за что-то оценку поставил кстати назвали как-то там в комментариях еще в общем называли как название этого и видео по моему а хотя я не знаю еще как видео назову один транспортник падает в общем интересно название было этого каста подсказка это еврейский праздник в кавычках был такой ментом что такое то 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 это еврейский праздник такой короче вот кто наверное понял тот понял не собственно вот я вот таким образом нашел тот реплей и начал смотреть на вы че за фигня вообще почему ничего не происходит почему так скучно вот начал мотать этот реплей ну и в общем увидите еще нам на плюс 10 нужно было смотать максимально кстати максимально много татригенов делает себе серый на т2 мексах найти на что это намек да это намек на вот это самое как бы легко на самом деле спалить что твой оппонент делает если ты видишь что оппонент долго не апа это 3 мексы у него немного здесь вообще флота увидите кстати очень много реально фрегатов не уже раза в два наверно больше фрегатов и у него кстати крысера появляются активно 4 штучки 5 даже дестрой раздела себе зачем-то вот непонятно и люди видимо потихоньку решает наступать скорее всего разведал оппонента видит что там особо ничего нет и вообще не пытается здесь а под 32 флот серый мету мету шарит получается нет узнает вообще даже без гидролокатор аксета серый играет зачем вам гидролокатор когда у вас есть гидролокатор на фрегатах да но ты сейчас он видит только в этом радиусе его только в этом радиус видишь то есть уже оппонента больше чем у него вот и фрегатов тоже больше шуточка до крашена сыграть из призыва так ну чтож я игру перезапустил вроде все пошло в общем почему-то мне во время реплеев именно любят игра крашится уже раз на пятый время записи вот такая с ним происходит короче у серого большие проблемы это прекрасно понимают и даже не пытался никак выйти в т2 флот и и накопить даже ты один не пытался несмотря на то что люди кстати знаете что делает он просто качает растики экономику ему у него все хорошо он очень жестко вкладывается в эко и серый и вообще витей просто поднимает белый флаг начинается рекламе своими инжами получить максимально много здесь ресурсов и вложить их в телепорт телепорт уже 73 процента кстати люди здесь бесспорно выигрывает очень мало фрегатов даже на час смотреть не на что здесь начинается осада у нас центрального прохода фрига этими крейсерами двойной воздух стать летает здесь от команды пытается отбиваться артой ну и вроде как наверное получится не отбиться зачем-то красный полетал над крейсерами люди и улетел итоге очень странно потерял немного и все красного кстати что у нас самого слабого то анти теле ставится куча генераторов билд в принципе неплохой куча то три миксов здесь даже дополнительные фабрики уже строятся 22 минута то время как здесь у зеленого куча 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 это два миксов на базе не ладно по воздуху вроде как он все равно у него по воздуху реально меньше вроде истребителей но за счет сиренево да за то что за счет того что сиренево ему помогает он собственно может как-то могут могут какую-то конкуренцию предоставить так скажем уже пошел телепорт и но тоже поинтереснее правильно пошло это уже пошло поинтереснее и телепорт пошел куда или порт пошел на аирщика но да подай под подожди подождите ну все уговорили окей я поставлю даже другую музыку таком случае я поставлю даже что-то поживее наверное что-то типа рок эпик погнали телепортируется считать выжигать кстати у него апгрейд на т3 значимой дальности нету выжигает в первую очередь т3 генераторы но до этих допустим генов он не дотянется уже два ветеранца моментально по кстати сразу же пошел телепорт на другую часть карты но вообще блин странно он мог типа телепортироваться сделать прекрасно но то есть приоритет на генераторы чтобы но вначале вот тут действительно взорвались эти три гена да то есть 3 взрывается сплэшем потом то есть через буквально там пять секунд и делаешь подшаг вот сюда и ты собственно убиваешь уже все остальное вот вот отсюда то есть буквально то есть телепортируешься взрываешь этот ген подходишь к нему убиваешь все остальное уже через пять секунд и телепортируется он по сути не ну не сделал этого вот и оставил союзными противника с энергии но он телепортируется цепи дальше телепортируется на вторую базу аирщика начинает выжигать здесь мексы заводы генераторы в принципе вполне удачно уже 5 ветеранс есть 20000 25000 матери он уже убил телепортируется в третье место телепортируется он куда а мне показалось что он суда телепортируется мне там телепортируется вниз или он отменил приказ да по моему вверх телепортился какой-то какой-то момент но в общем телепортируется он в треке такое жирненькое место где можно тоже забрать 3 мекса без апгрейда на дальность стрельбы вот то есть еще какие есть места прикольные куда можно телепортнуться без апгрейда на дальность стрельбы и забирать кучу ну вот это да хорошее это место хорошее здесь ну тут на базе естественно уже анти телепортов все делается да и здесь ему тоже особо никто не мешает его там т-1 бомберы бомбили но у него еще 65 регена в секунду как бы и 14000 здоровье в запасе поэтому убить его будет проблематично ну и похоже что он уйдет куча бомберов за ним летит но это все-то один бомберы сюда телепортироваться вообще никакого смысла нет здесь как бы здесь опасность вообще в том что здесь есть флот т3 как бы который кстати жестко осаживают уже под лодочками и собственно здесь т3 флот может тебя расстрелять достаточно больно все улетает на базу вообще прекрасно себя чувствует объем а где люди кстати смотрите мы я пропустил он попросил своих союзников дать союзник короче он попросил всех союзников весь аир вот поскольку оба оба аирщика были и он щеками да то есть истребители здесь не отличаются друг от друга короче ему оба игрока отдали свой свой воздух здесь достаточно пока что проблематично пробивать тварь зак а у него куча т2 арты которая неплохо справляется видите с этими т2 destroyer ами до подлодок здесь очень много и на самом деле подлодки очень хорошо работают против а из за флота у которых практически нет никакой нормальной защиты против торопед ну и ну и не только защита там но и атаки торпедами у них это нормально дестройерах т3 корабли тоже собственно без защиты нормальной и без торпед собственно вот тут написано торпеды и защиты от торпед но это все такое себе нужно сейчас много торпедников нужно как-то выигрывать воздух весь воздух пока что сконцентрированы именно здесь люди переживают за свои фрегатики а он кстати по моему разбил их все да то есть чтобы с рекламить люди да контрол кашнул все свои фрегаты чтобы их зарекламить ну потихоньку начинает отбиваться от этих торпедников но он подстроил себе единственное оружие против подлодок это купер это два такие вот т2 кры торпедные катера у них на самом деле самое лучшее в игре защита от торпед но их как правило вообще никогда не строит поэтому если в какой-то момент прозевает что на вас идет куча торпедников таких точнее подлодок то вы можете быстро свои весь плод потерять но пока что этого не происходит потому что есть здесь есть торпедные бомбардировщики которые вообще безнаказанно абсолютно здесь летают потому что нет ни единого крейсер у товарища как его протекта x смотрите как интересно здесь воздух полетел воздух красного вниз а юди своим воздухом в это время просто как дома у себя чувствует и здесь оставляет красный кучу t3 штурмовиков которых без проблем скорее всего юди сейчас заберет кстати где серый командующий атакован а серый пытается защищаться от нормандских вот этих вот высадок до юли конечно без проблем эти штурмовику убивает хотя и несмотря на то что эти штурмовики типа пво считаются да то есть у них хороший пво там 170 уронов в секунду но истребители конечно намного жестче протект сделал себе эксперименталку это царь неужели он так сильно верится в свою кавцию команду в свой воздух чинюка у него есть расик начал читать протек до кучу бомберов забирает здесь красный но все красный вроде как зачистил здесь воздушное пространство юни не спешит на базу поэтому царя царь останется невредим пока что почему-то продолжает строить штурмовиков красный и вообще непонятно почему если бы он просто строил здесь продолжал строить т3 истребители то в принципе сейчас было все замечательно царь пролетает сжигать вот здесь вот все абсолютно сжигает ничего ему не мешает и все и игра была бы наверное выиграна остался бы один юди на своей базе у юди кстати что-то 3 микс и фу здесь тоже то 3 микс и здесь т1 т2 что почему кстати вот этим миксу а потому что да или мазер здесь стать уже желтый т3 микс и восстанавливает и на базе здесь до сих пор боже юди здесь не выдержал застроил твой т2 т1 микс и люди не любят когда микс состоят не застроены так ну и что здесь кстати удалось нормально отбиться торпедниками вот вот этих надоедливых подлодочек и всех своих фрегатов кстати голубенький слил протект но протекта есть план б бублик план бублик получается да против которого кстати тоже нет никаких крейсеров он просто в наглую летит вперед сейчас будет сжигать полностью т3 фабрики желтого ему даже с флотом не нужно бороться я думаю что не нужно как бы и линкоры их долго сжечь у них 50 тысяч хп тут всего лишь 3300 урона в секунду это как бы долго несмотря на то что это как бы не экспериментал к это просто т3 юнит у них очень много хп и реально тратить время на то чтобы убить какой-то линкор зачем не знаю если ты сожгешь противник пути по мексик то есть то что противник сейчас может защищать да он строит тут зенитки он там если бы у него т3 инженеры были он бы часто 3 зенитки строил вместо флагов кстати я не знаю почему он строит флаги продолжает но в общем он бы мог сейчас тут на зениток понастроить щиты и царь бы ничего не сделал царя может законтрить там где-то ну десятью зенитками и плюс 4 поэтому не так уж и много нужно люди кстати подлетает все собьет царя просто в наглую не они не красный не подпускает и у юни по моему не хватает здесь аира и немножко переживая дату бы правило на ситоне не лезть в воздушный бой если не уверен на сто процентов что ты этот воздушный бой выиграть тем более царь знаете он как может под себя начать жечь и истребители которые под ним пролетают а он их как бы тоже нехилый урон наносит плюс у царя достаточно дальнобойные нынче пво турели и флаги у него есть и пво эти сэме то есть которые на 180 тренжи стреляют и видео потихонечку потихонечку отгрызают так вот у них еще и сплэш там замечательный есть поэтому короче блин на царя нападать страшно и возле него летать вообще как-то опасно что видите ну короче еще царь царь реально царь прям классно вот зачем он же жопа так линкора он в любом случае бы торпедниками таким подводными лодками все убил лучше бы типа не тратил время и излетел сжигал базу там желтый кстати где-то здесь где желтый командиром кстати здесь где-то же были был недалеко мне показалось желтый убегает желтый не так уж далеко убежал но смотрите что здесь стоит если приказ на телепортацию стоит еще не появилась анимация телева а вот она уже появилась телепортация анимации да ну вы поняли короче их телепортация анимации вот он стоит здесь почти уже телепортировался 49000 матери убил к что отбивается но в любом случае желтому издеваться абсолютно некуда в последний момент он замечает что здесь идет телепортация а у трандана то уже есть апгрейд на дальность стрельбы то есть он уже подготовился к этому моменту вместо т3 себе качнул дальность стрельбы царь кстати умирает юди его заснайпил вот начинается воздушный замес ну над своей базы это уже в принципе полезно да то есть здесь царя юди скорее всего сможет забрать нежели бы здесь он его убил и реклейм остался бы для противников так что юди здесь показывает великолепные значит знание игровых механик до трандан кстати ничего не может никак сжечь реклейм царя было бы прикольно да если можно было но нельзя и пытается сжечь здесь турель к турель к как бы находится под землей поэтому он ее долго не может сжечь ведь лазер потихонечку подбирается к турели да вот такая интересная механика строительства и он и прям бесит на самом деле иногда что ты ты вроде пытаешься убить эту турелька которая строится но ты не можешь потому что она фактически находится под землей так вот нельзя убить реклейм лазером потому что лазер нет сплэша ничему ничем у чего нет сплэш и убить в реклейм собственно нельзя вот ну люди тут начинают как бы продолжать точнее пытаться высаживаться но здесь есть контрмеры реально найти похоже на высадку на омаха бич вот эти дзоты значит турели пулеметные за которые там обстреливают этих ты один их рядовых хранов емае что это было трандан пытался телепортироваться на шиноба но шиноба здесь стоял под водой и урон получил короче шиноба получил урон только от взрыва скорее всего ты только что видел ну короче шиноба целый невредим трандан сдох как лалка вот и артиллерия которая обстреливает эти заводы люди опять пытается здесь наломиться но не контролит свой воздух и просто в ноль сливает все истребители ой краш играет ссоре я сделал что мог хочу извиняться то как бы ты еще не проиграл вообще у тебя база целая может что-то пытаться еще нарулить на самом деле его осаживают по сути только два линкора и вот этот ракетный крейсер все еще можно строить т2 артиллерию потому что ионские эти линкоры они не стреляют дальше чем это единственные линкоры которые стреляют на стороны g или 110 там по вранжи эти т2 арта стрелять на 128 то есть т2 арта можно ставить ее далеко и она будет как бы запросто доставать до этих линкоров поэтому не знаю чем т2 арту не строит как бы у него есть немного но маловато на самом деле люди кстати начал смотреть еще делать он всю игру только занимался экономикой реклеймом вот даже для того для того чтобы быстрее как бы экономику вкачать до в конце он даже видите все свои фрегаты взорвал и все уже здесь делает очень много а он решил делать свой т3 воздух без т3 фабрик с помощью авианосцев кстати классная такая типа тактика да получается тут уже по 11 истребителей сделано в этих авианосцах ну редко на самом деле такое можно увидеть посмотрим что из этого получится удастся ли ему выиграть воздух без воздушных фабрик кстати у воздушных фабрик build power 100 120 скорость производства да а у авианосцев 180 build power поэтому они производят истребители быстрее чем в полтора раза быстрее полтора раза чем заводы здесь до сих пор т2 микс и юди вообще забил на эти микс т1 стоят они нет он их апает в т3 расик наконец-то себе вкачал но вкачал кстати один расик ну вот это я вообще осуждаю как бы ну типа это добыча это сразу сакушка была осудительный на осуждаю дарасик не апает все вы единственные два линкора неужели сейчас просто заберут всю эту базу очень странно что 1600 не кипа такое ну я сдаюсь очень странно все ждут что-то от юди юди кстати готов к нюке нюка есть юг нюка заряжена здесь анти нюка тоже готов а она не заряжена а зато это заряжено ну люди уже видимо готовится к тому что скоро из этого бассейна полетят ядерные ракеты они скорее всего полетят здесь уже на треть примерно заряжена ядерная ракета и вот они полетели истребители из авианосцев кстати сколько он их смог накопить интересно то есть ему весь воздух отдали вот эти бранские 120 истребителей он лично сам построил именно с авианосцев плюс авианосца еще достаточно болезненно забирать у них большой радиус поражения и собственно красный опять подставляет все свои штурмовики начинается воздушный замес под твоего но я думаю что люди все-таки станине и люди похоже выигрывает от замес великолепно потому что все таки у него рейтинга побольше да а это значит что вам добавляется урон к истребителям как известно скорость разворота истребитель у вас больше поэтому качайте рейтинг да и верьте всему что я говорю да выиграл воздух действительно без проблем вообще красава юли кому интересно как микрите аир правильно смотрите видос гайд по иру в плейлисте там все подробно рассказал и в общем сразу же у вас вырастет уровень спила рейтинг зеленый забрался и мекса назад наконец не прошло и десяти лет кстати а трендан сдох трендан сдох телепортировался на юге юли кстати уже полностью восстановился как бы реабилитировался психологу он на меня телепортируется меня постоянно преследуют какие-то тренданы ну здоровье видим полное чувствует себя прекрасно т3 есть такой мир асик что еще можно вкачать ему лазер например и бри лазера я забыл реально посмотреть можно какой-то 3 апгрейд вкачать до лазер можно вкачать или торпедник например вот ну лазером собственно и не нужен он такой миролюбивый человек видите заводы тут атаковать противников перестал ничего такого сверх агрессивного геймендеров не строит просто делает раз сакушек как бы качает экономику вообще никого не трогать не трогает как бы у него все хорошо вот но если ядерные подлодки как бы делает но больших количествах как бы ну и ему его это вполне устраивает что этот к ракетный кратер катер вообще сколько он да немного у него убийств в этого три убийства что-то не очень хорошо работает получается да как-то ядерная ракета до сих пор заряжается так что у красного может кто-то еще какие-то телемазеры делает а надо мотать все вспомнил у юди реально очень много аира становится за счет от этих авианосцев аном про то он он перестал делать почему-то воздух он понял а ну собственно воздух то выиграл истребитель у него осталось много поэтому он он просто пытается теперь починить эти истребители в этих же авианосцев то есть авианос реально прикольная штука у них и хп очень много и у них пво достаточно хорошая плюс у них build power есть то есть вот таком стационарном состоянии они в принципе выполняют неплохую такую роль в отличие от заводов у них больше build power они как бы еще и являются авианосцами то есть они могут чинить истребители заправками являются да поэтому реально авианосцев классная тема для производства истребителей если конечно этой фишкой пользоваться единство что они авианосцы кибран допустим не могут атаковать наземные какие-то цели в отличие от серафимских у которых там есть классные ракеты как вот у точно такие же ракеты как у крейсеров т2 тех же серафимских так что классная тема вообще обязательно попробуйте как-нибудь вот можно в принципе твердок сделал экспу а новокс прикольно одобряю вот кстати где у него командира я хочу посмотреть есть у него расик ладно неважно самом деле важно просто не хочу хвостов муру жить потом проверю как после реплея уже так вот можно типа состоять вот так вот вот этими т3 значит авианосцами серафимскими допустим массаживать всю прибрежную линию и делать там потихонечку ноты да и дождаться момента пока противник улетит куда-нибудь ты такой вылетаешь нотами начинаешь все бомбить 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 вот и вообще неожиданно и очень круто получится мне кажется кто-нибудь попробуйте так сделать и я даже с удовольствием заказчу если игра будет интересно и я тут прям далеко очень стреляют эти ракетные крейсера катера точнее но ионские тмдшки имба как известно ой ну иногда все равно ракеты пролетают но не всегда не всегда так где где и только что видел спутник пролетает где-то пытается отбиваться от флота зачем-то здесь нем пытается забрать ну по сути ты вот убивая вот эти-то 3 линкоры да ты просто получаешь возможность какую-то вероятность что ты заберешь эти четыре микс по факту скорее всего вряд ли получится наверно отбиться от этого да вот он спутник он полетел сюда в эту часть них есть сателлит его кошмар какой сателлит уже 500 матери убил уже неплохо люди продолжает страхи трасса кушек продолжает заряжать здесь анти нюки и есть уже у него три заряда и все вполне себя прекрасно чувствует люди здесь смотрите вот она там кто говорил что это имбовая тактика юди стакает подводные лодки через или по через g чтобы они все в одной точке стояли здесь и естественно никакого никакой возможности у противников разведать что именно здесь что-то там стоит какой возможности нет это им юди прекрасно эти ядерные подводки копят чувствую себя замечательно здесь кстати ядерных подводок подводок здесь уже есть одно ядро заряженной здесь уже буквально через там секунд 20 тоже будет здесь третье ядро здесь достаточно долго еще бы заряжаться еще как минимум там где-то полторы минуты поэтому юди еще успеет накопить анти нюк а у него кстати уже здесь еще больше здесь еще и еще есть люди я думаю все-таки сможет отбиться от этих ядерных ракет она еще здесь не стоит забывать здесь еще есть 2 ядерных ракеты суренос немножко закладывает это весна пришла да все блин реально получается у него отбиться главный сейчас от своих зак здесь стоит а у него есть трассик сетки но у него есть всего лишь обычная тактичка которую возможно воспользовался ухты и титаны забежали откуда не заберись вообще и титанов здесь быстро остановит три титана как бы особо ничего не успеет сделать но то 3 мег забрали три по всему это был вот этот транспортник т2 все просто пытается максимально дропой дропой дропать цверза кстати цверзак очень много урона получает очень много ну очень много почему-то очень не хочет заходить он под воду решает прям много максимально урона получить на по своему командиру вот было бы у него били нюк а вот прикиньте сейчас били нюк а вот сюда бы пальнул и все это бы взорвалось а чем боится кстати там торпедников то нету а есть не ну получается все он приплыл сейчас бы били нюк упустил и вот этих торпедников бы все убил всех убил кстати классно строитель торпедники сбросили свои бомбы но они попали в щит и из-за этого цверзак немножко дольше живет но ключевое слово немножко да скорее всего эти торпедники сейчас сделают зал пили красный все-таки за сэвид красивый его нет вряд я всего лишь два попадания торпедными бомбами и дверзак погибает куча истребителей взрывается вот это предательски я тебе спасал ты взрывал еще сильнее люди здесь так на свои подлодочки есть кстати даже уже один заряд где там может быть даже может даже парочка и подлодок него зарядилась но в общем где-то там проскакивает единичка когда их выделяешь блин красному терь придется еще больше делать истребителей вот но я думаю у него уже после двух попыток на спамить себе штурмачей у него полностью отпало желание реально спам спамить этих промочей вот так кстати красный смотрите он прям геройский здесь защищается он него очень много уже мексов захвачено юли уже забил как-то на идею здесь экспансится очень вовремя цваж зак здесь поставил вот эти т2 артиллерию и помешал юге что кстати вообще редко увидишь что вот реально удается как-то предотвратить высадку вот эту в нормандии и с этой стороны и вот с этой стороны как бы удалось отбиться так куча ядерных ракет но не из одной точки до ним два раз два три четыре пять шесть семь восемь ядерных ракет еще наверное из этой шахты полетит да видите достается из глубин вот эта штука большая и все ядра я думаю куда летят наверное в прям в югенского да да еще отсюда ядра вылетела пошли ядерки раз два три четыре пять шесть семь восемь красиво 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 ну и кстати в запасом там нюки прям анти нюки зарядились вот единственно что вот это анти нюк она прямо достаточно свежая была но югенский максимально предугадал развитие событий на протекта и собственно великолепно защитился почему-то продолжаете память подлодки т2 вообще зачем ну типа он очень долго здесь пойму подлодки т2 и зачем вообще непонятно реально но здесь ядро естественно тоже будет уничтожено и ей протект просто control кастулся типа просто джейте отдувайся но джейте знаете да вот эти вот темные лошадки и 1200 сейчас он включит режим бога и просто там начнет строить царе и ронять их на на югенского да еще ядро кстати видит подожди он два ядра сразу выпустил да да прикинь сейчас приземлиться протект уже вышел тут же очень много анти нюк было используйте это не заряжена а вот это вообще давайте посмотрим да тут было еще анти нюка то есть ну не в общем у юди до было в запасе еще там на 3 анти нюки то есть нужно было бы плюс плюс четыре ядра и тогда бы может быть пробили ну и то пробили бы куда спутник чё пытается ухты одно убийство ай какая больно они но это по идее новый спутник давить раз спутник погиб или он передался просто не знаю как это работает так юди поплыл вперед своими ядерными подлодочками сколько у него кстати в этом стаке 17 но больше кстати он не производил 17 подлодок тратят семьдесят одну тысячу энергии в секунду и 600 материи в секунду соответственно и все это благодаря тому что у него есть куча сакушек вот этих вот которые дают кстати энергии 72 сакушки которые дают его как раз таки 72 тысячи энергии они дают для того чтобы заряжались эти подлодки и у него проблемы кстати с энергией сейчас возникает нужно куда-то тетрагены дополнительной ставить потому что есть энергия вдруг кончится то спутник может реально прям ну стать занозой в одном месте ядерки продолжают заряжаться точнее они все заново начали заряжаться потому что когда вы передаете союзнику свои там ядерные шахты и smd шки там тактичка короче все что вот так вот заряжается она заряд сбрасывает у них остается внутри по моему то что было то есть допустим ядерная ракета какая-то была уже полностью заряжена она остается а то что заряжалась новая она сбрасывается до нуля вот поэтому немножко неприятно было так зеленый блин они реально отбиваются но красный что делает красный джей ти ставит свою антинюку антинюка у него здесь есть здесь ноль зарядов строить спутники дополнительные парагон еду кстати если он парагон достроит то там блин можно реально много всего намутить а здесь смотрите что юди сделал вот почему была просадка по энергии он телепортировал сюда свою сокушку и телепортировал очень хорошего очень хорошее место в зону где очень много блин не добил один выстрел оставался этому патриген ну короче очень много энергии он убил здесь у красного и этот микс тоже должен был бы умереть но не умрет блин люди вообще максимальных такой пока что у него билд пацифисты да там буквально ты один флотом там разобрал противника сделал т3 авианосцы чтобы сделать все воздух сделать его для полу для защиты больше да для эти сделок приметалку это очередной новокс так ну что парагон ну блин медленно строится у него одна сокушка делает парагон что у него по массе вообще там еще одна сокушка телепортировалась с эти сокушкой телепортировалась прямо на smd . это сам дэшка даже не была заряжена бомбер бомбер летят смотрите свою собственную сам дэшку убивают но кстати стратов реально много ой 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 пошли ядерные ракеты ядерные ракеты пошли просто во все точки ну это время ребят включать другую музыку ну что ж ребята надевайте солнечные очки мы начинаем начинать полетела добро три четыре пять коннектор вот она спите был уничтожен шинобу здесь он стоял на базе вроде вода даже солнечными очками здесь просто ничего не видно у конек ядерных ракет по-моему все приземлились ни одной ядерной шахты 978 тысяч уничтоженной материи югенский показал просто мастер-класс по ядерным вспышкам друзья за такую концовочку я думаю можно влепить лайк и можно даже подписаться если все еще этого не сделали поэтому вступайте наш дискорд и присылайте свои крутые реплеи и до скорого всем удачи и пока